Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение курса современной США и поговорив на предыдущих лекциях об американской образовательной системе, о средней школе, о высшем американском образовании. Сейчас мы перейдем к вопросу об американской культуре. И тема сегодняшней лекции Голливуд как символ американской культурной экспансии в мире. На слайде вы видите скульптуру, которая стоит при входе в парк развлечений Universal Studio около Лос-Анджелеса. На этой тройственной скульптуре изображены три представителя как раз таки индустрии кинематографа, самые главные действующие лица. Внизу находится режиссер, который выстраивает как бы кадр, потом звукорежиссер с микрофоном на длинной палке и наверху видеорежиссер или видеооператор, который снимает собственно говоря кино. Мы рассмотрим вопросы о современном состоянии культурной жизни в США, разберем понятие элитарная и массовая культура и поговорим о состоянии современного американского кинематографа и о Голливуде как символе американской культурной экспансии в остальном мире. Итак, целью нашей лекции является рассмотреть современное состояние культурной жизни в США, сущность понятия элитарная и массовая культура и изучить причины и последствия голливудской культурной экспансии. Начнем с терминологии, с небольшого глоссария и первый термин это премия Американской Академии Американской кинематографических искусств и наук, неофициально известная как Оскар. Это название возникло еще в конце 20-х годов, вошло в обиход примерно в 40-е годы. Это самая престижная кинонаграда в мире и инициатором ее создания, создателем, креатором, как говорят в Америке, был один из боссов киностудии Метро Голдвин Майер, Луис Майер. Эта премия вручается ежегодно Американской Академии киноискусства, в которую входит около 6 тысяч членов и первое вручение премии Оскар состоялось 16 мая 1929 года в отеле Рузвельт в Лос-Анджелесе. Мне довелось побывать в этом отеле, очень старинный, очень красивый такой фешенебельный отель. Там огромный холл с красивыми люстрами, красивыми окнами. Именно в этом холле и проходило вручение первой премии Оскар. Тогда она заняла буквально там 5-7 минут, потому что было несколько всего номинаций, 3 или 4. Сейчас Оскар вручается по 24 номинациям. И еще на входе в этот отель, на лавочке, там изображена такая скульптура сидящего Чарли Чаплина. И все, кто приходит в этот отель посмотреть на место, где вручался первый Оскар, они присаживаются на эту скамеечку, обнимаются со скульптурой Чарли Чаплина. Получаются очень забавные, интересные фотографии. Итак, продолжим говорить о терминах. Итак, массовая культура, ее еще называют масс-культурой или поп-культура. Поп-культура, так сказать, слово поп не имеет отношения ни к религии, ни к каким-то частям человеческого тела. Это сокращение от английского слова popular, популярная культура, или поп-культура сокращенная. Это культура, популярная, преобладающая среди широкого слоя населения в данном обществе. Она включает в себя развлечения, быт, средства массовой информации и тому подобное. Кроме того, поп-культура это наименование феноменок, получившего широкое распространение во второй половине XX века. Надо сказать, что это конвейерное, поточное производство таких культурных ценностей, которые нацелены на стандартный средний вкус потребителя и во многом строящийся на коммерческом успехе. А в противоположность поп-культуре обычно рассматривается элитарная, или еще ее называют высокая культура. Это такой творческий авангард, лаборатория искусства, где создаются новые виды, формы искусства. Тут можно говорить об абстрактной живописи, допустим, да, так сказать, о поэзии футуризма, символизма там и так далее, и так далее. И еще элитарную культуру относят к субкультуре привилегированных групп общества, которые характеризуются некой закрытостью, элитарностью, неким таким духовным аристократизмом. Если говорить о массовой культуре, о поп-культуре, то Оскар это вот такое явное ее выражение или проявление, известное во всем мире. Трансляцию вручения Оскара ведут более чем на 100 стран мира ежегодно. Оскар считается главной кинографической премией в США. Есть там еще и «Глобусы», некоторые другие, но «Оскар» самая известная, самая престижная кинопремия. Как я уже упомянул, в состав Американской киноакадемии входит чуть более 6 тысяч человек, их количество потихонечку растет, потому что лет 10 назад я видел цифру 5850 членов, сейчас, говорят, чуть больше 6 тысяч. Сама Американская академия киноискусства была создана в 1927 году, и через пару лет после этого было решено каким-то образом поощрять наиболее выдающееся достижение в области кино. В результате скульптор по имени Джордж Стэнли был избран для создания статуэтки, и на свет появился рыцарь, стоящий на банке с пленкой и держащий в руках меч. Дизайн этой статуэтки разработал Седрик Гиббонс. Каждая статуэтка изготавливается из покрытого золотом британиума и покоится на постаменте из черного мрамора. Высота этой статуэтки, если не ошибаюсь, около 34 сантиметров, и, естественно, ее стоимость больше определяется соображениями престижа, они жили металлом, из которого она изготовлена, или дизайном ее изготовления. А название неофициально «Оскар» она получила потому, что одна из женщин, членов Американской киноакадемии, когда увидела эту статуэтку, которая только создавалась, она сказала, что он очень похож на моего дядю Оскара. Все посмеялись, и вот так вот эта байка, собственно говоря, так сказать, привела к тому, что эта премия называется «Оскар». Надо сказать, что рекордсменом по числу завоеванных кинонаград «Оскаров» является создатель знаменитой киностудии «World Disney Pictures» «Великий Олд Дисней». Это отец-создатель таких персонажей, как Микки Маус, Дональд Дак и многие-многие другие. Вот он работал в основном в сфере мультипликации. И вот Уолл Дисней получил за свою кинокарьеру 32 награды «Оскар». Никто даже близко к нему не может приблизиться по этому показателю. Среди актеров, допустим, есть те, кто номинировался на статуэтку, в статуэтку, допустим, 10-12 раз, как Джек Николсон. Но обладателями они обычно являются одной-двух статуэток. Среди актеров и актрис больше всего «Оскаров» получила актриса Кэтрин Хэбберн. У нее четыре такие статуэтки. Вы видите знаменитые буквы «Голливуд», которые расположены на холме над Лос-Анджелесом. Кстати, забавная история. Поначалу было два слова. Там была написана еще какая-то часть Голливуда. Вест Холливуд или Ист Холливуд, точно не помню. Но, в общем, когда два ряда букв установили, потом налетел какой-то шторм, и буквы первого слова упали. И, в общем-то, их решили больше не поднимать и устанавливать. А слово «Голливуд» осталось. Эти буквы издалека выглядят такими небольшими. Вблизи они огромные просто, они очень высокие. И сейчас они отцеплены колючей проволокой и так далее. Они всячески охраняются, потому что одно время среди неудачников актеров и актрис была мода забираться на эти буквы и прыгать вниз. Было очень много суицидов вокруг этих букв. Дело в том, что в Лос-Анджелес приезжает просто огромное количество желающих стать кинозвездами. Ну и, как вы понимаете, далеко не у всех это получается. В общем-то, и вот некоторые наиболее разочаравшиеся, вот они, таким образом, красиво решили сводить счеты жизни. Вот сейчас современная охрана этих букв этого сделать не позволяет. Как вы видите, над Лос-Анджелесом такое голубое небо, это, кстати, одна из причин того, почему центром киноискусства в США является именно Лос-Анджелес, именно Голливуд. Дело в том, что когда кинематограф только возникал, формировался, то первые киностудии были на восточном побережье США, вот там в районе Нью-Йорка и так далее, где богатые люди, где проживали все там известные продюсеры, актеры и так далее. Но в то время очень многое зависело от освещения. То есть нужно, чтобы было больше съемочных дней, больше такого голубого-синего-яркого неба, светящегося солнца. Такая погода именно в Голливуде. Дело в том, что здесь, над Лос-Анджелесом, вот такое синее небо, примерно 350 дней в году. И поэтому, так сказать, потепенно процесс киносъемок был перенесен сюда. Сам Голливуд считался местом не очень престижным для жизни. Здесь были болота, заболоченная очень почва. Здесь земли раздавались чуть ли не бесплатно вдовам ветеранов-воин и так далее, в общем-то. Но когда сюда были перенесены киностудии, и кинопроцесс начался, то есть эти болота сушили, эти землю вдовушек выкупили богатые люди. А потом сюда потянулись и актеры, потому что ездить или летать через всю страну с восточного побережья на западное, в общем-то, это долго и сложно, дорого, в общем-то, и они решили жить уже теперь поближе к месту своей работы. Вот так вот Голливуд стал очень популярным и очень дорогим местом для жизни, где сейчас, собственно говоря, проживают все ведущие кинозвезды мира. Вы видите вход в студию развлечений Universal Studios, там внутри аттракционы, там внутри такие павильоны, посвященные одному из знаменитых фильмов этой студии Universal. Это там наподобие мумии, парк юрского периода, водному миру, Шреку и так далее, и так далее, и так далее. Вот удалось побывать с семьей в этом парке развлечений, там утром покупается билет на весь день и внутри ходишь, и там есть как бы расписание представлений, то есть внутри каждого павильона разыгрывается какое-то действие, так сказать, да, вот в павильоне «Водный мир», там внутри огромная акватория, где в центре вот модель этого города, который штурмует пираты, вот, и зрители присутствуют, их, так сказать, они как бы чуть не участники этого действия, вот то же самое со спайдерманом, который летает, значит, там над зрителями в этом павильоне. Но самые удивительные эмоции мы испытали в павильоне «Шрек». Ну, вроде бы детский мультфильм, но нам показали фактически кинотеатр будущего. Вот мы вошли, значит, в здание этого павильона, на входе ростовая фигура Шрека, с которой дети любят фотографироваться, а потом, значит, мы подождали фойе, там было «Говорящее зеркало», как в самом мультике, вот, а потом мы вошли с очередной группой в кинозал, сели и начали смотреть мультфильм, ну, не «Шрек» первый, второй или третий, то есть это отдельный был небольшой мультик, минут на десять, вот, именно для этого парка развлечений. Вот, и с нами стало происходить то, что происходило с главным героем на экране. То есть представьте себе, допустим, на экране, в мультфильме Шрек нюхает фиалку, допустим, да, и мы вдруг чувствуем запах фиалки, то есть вот из сидений, так сказать, кресел, которые перед нами стоят, там установлены, видимо, какие-то распылители, вот распыляется запах именно фиалки. Если на Шреков на экране плещут водой, то и на нас откуда-то, так сказать, падают струи воды, значит. Вот, Шрек смотрит вниз, у него по ногам бегут тараканы, и у нас там появляются внизу какие-то щеточки, которые, так сказать, изображают бегство насекомых, так сказать, по нашим ногам и так далее. Это, знаете, даже не 3D, не 4D, это, в общем-то, киноботограф будущего, видимо, когда зрители будут испытывать, обонять, осязать, чувствовать все то, что происходит с героями кинофильмов на экране. То есть это занимает всего несколько минут, но впечатления, так сказать, вносишь из этого самые-самые потрясающие. А слева на слайде отпечаток ладоней, ладоней и ботинок Арнольда Шварценеггера, вот его автограф Арнольд Шварценеггер, дата, когда он оставил этот автограф в бетоне, да, который потом застыл, это 14 июля 94-го года, как мы видим, и знаменитая его фраза из терминатора «I'll be back, я вернусь». Вот, подобные вот эти плиты бетонные, где вначале бетон мягкий, и звезды оставляют свои отпечатки, что-то пишут, значит, вот. Он находится на площади перед знаменитым кинотеатром, который называется «Чайнис Синемасиэты», китайский кинотеатр. Это кинотеатр, где сейчас проходят церемонии вручения Оскаров. Это очень популярный, известный кинотеатр. Перед ним вот эта площадка. А идея, так сказать, чтобы звезды оставляли свои отпечатки вот в этом мягком еще бетоне, который потом затвердеет, она возникла еще в 30-е годы. Знаменитая актриса Мэрик Пикфорд со своей подружкой пришла к директору этого кинотеатра, а там площадь перед ним была забетонирована, и как обычно положили кирпичики, и между ними такие досочки деревянные, чтобы люди могли пройти. И вот Мэрик Пикфорд шла по такой доске, оступилась, и наступила в этот еще мягкий бетон, вытащила туфельку и пошла дальше. И когда через час примерно она вышла обратно из здания кинотеатра вместе с директором, который сопровождал ее, он увидел оставленный ею след туфли, спросил, кто это оставил. Мэрик Пикфорд сказал, что это мой след. И вот тут директор понял, что это можно использовать в таких целях рекламных, и с тех пор потихонечку все новые и новые звезды голливудские оставляют свои отпечатки, рук, так сказать, ботинок, или там своего, может быть, револьвера знаменитого, так сказать, там отпечаток можно оставить, написать можно все, что угодно и так далее. А туристы ходят, разглядывают эти надписи, ну а потом кто-то из них может и зайти в кинотеатр, соответственно, посмотреть фильм. То есть это такое, знаете, интертайминг, промоушен, там и так далее. То есть это все, собственно говоря, в таких рекламных, развлекательных целях для привлечения туристов и потенциальных зрителей голливудских фильмов. Что касается экспансии Голливуда в мире, то она широкомасштабная. Вы знаете, что Голливуд производит сотни фильмов в год. В основном это коммерческие, естественно, поделки, вот, наподобие там робокопов там и прочего, так сказать, да чего и не хочется смотреть, в общем-то, нормальным людям. Вот, но среди большого количества попадаются и совершенно качественные ленты, естественно, шедевры, которых иногда в год набирается и несколько, так сказать. Вот, и надо сказать, что вот эта голливудская культурная экспансия, когда фильмы голливудские доминируют в прокатах других стран, она стала вызывать озабоченность у, собственно говоря, и кинематографов, представителей кинематографов этих стран, у властей этих стран. И во многих странах пошли на такие ограничительно-запретительные меры, то есть, допустим, во Франции, в некоторых других европейских странах, там есть лимит. То есть, американские фильмы не должны составлять в прокате более 50%. Вот, мне кажется, что-то подобное, мне кажется, приняли и в России, и у нас, возможно, так сказать, какие-то ограничительные меры либо были приняты, либо будут приняты со временем. Потому что, так сказать, голливудские фильмы обычно коммерчески очень успешны, и они могут в прокате как бы задавливать, забивать, как бы, да, представителей местного киноискусства. Вот, а этого, конечно же, не должно быть, и поэтому в мире немножко уже побаиваются этой голливудской экспансии, стараются ее как-то немножко лимитировать, ограничить, как бы, да. Вот, ну и, собственно говоря, наверное, правильно, да, то есть, это такие некие протекционистские меры по охране собственного искусства, вот, которые страны имеют право предпринимать в данном случае. А так, американская культура, американский образ жизни, американская музыка, американская литература, они очень популярны в мире, вот, и это неудивительно. В Америке очень много талантливых людей, очень много талантливых людей приехало сюда из других стран, чтобы здесь создать свои творения, мы об этом еще будем говорить в дальнейшем, вот, и, безусловно, такое количество талантливого искусства, литературы, кинематографа, оно, собственно говоря, отражается, так сказать, на имидже страны, вот, и создает предпосылки для вот этой голливудской и вообще американской экспансии культурной во всем остальном окружающем мире. На этом наша лекция закончена, благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok